Всем привет, меня зовут Леша Никитин. Сегодня я представляю команду мобильной разработки ВКонтакте обе платформы. Кода будет мало. Давайте рассмотрим некоторые этапы выполнения задачи мобильным разработчикам. Как правило, мобильному разработчику нужно сходить в сеть, получить какие-то данные. Нужно как-нибудь их отобразить. Нужно после этого проверить код у своих коллег и довести его до целевой ветки в вашем проекте. И вообще замечательно будет, если этот код будет хорошо работать на живых пользователях. Звучит очень скучно. Я даже по вашим лицам вижу, что повеяло выгорание. На самом деле все эти задачи, все это звучит очень скучно, очень уныло. И это не то, зачем мы идем в мобильную разработку, чем мы вообще хотим заниматься. Что мы хотим делать на самом деле? Конечно же мы хотим спорить со своими коллегами о том, как правильно именовать переменные. Выбирать правильный способ нарезания нашего кода на файлы. Либо согласно принципу трех букв, четырех букв или пяти букв. Мы хотим использовать самые последние SDK от вендоров, которые нам их дают. И не хотим слышать фразу «У нас на iOS 12 еще миллион пользователей, поэтому мы не можем от нее отказаться». Но если совсем ничего делать, то можно подготовить доклад на конференцию. Для погружения в контекст, как у нас устроена разработка мобильного клиента ВКонтакте. У нас есть некие CICD, в частности TeamCity. Мы работаем, храним код в гите, используем стандартный GitFlow. У нас есть мировые квесты с пайплайнами, с UI-юнитестами. И также мы активно используем средства самой социальной сети для информирования друг друга о каких-то событиях. Там всякие боты, чаты, группы. Вот здесь вот в углу маленькая пасхалка. Это чашечка кофе. И чем больше времени разработчикам мы будем экономить, тем больше этих чашечек будет. Рассмотрим вообще первый этап. Надо сделать какой-то поход в сеть. Как это мы делали раньше? Надо было сходить на специальный сайт, на котором был специальный текст описания API-метода. С текстовым описанием его названия, его параметров, ограничений на входные параметры. Также описанием ответа, список параметров, их типа, ограничения, когда ошибок и так далее. В коде это все выглядело примерно так. То есть программист где-то использовал строчку с именем метода, где-то использовал строчки с именами параметров, как-то эти параметры передавал. И при получении ответа, как-то доставал нужные ему данные из этого самого ответа. При этом это все делалось на обеих платформах. Сложность в этом процессе в том, что в нем участвуют люди. Людям надо между собой как-то договариваться. Соответственно, если речь идет о разработке новой функциональности, бэкэнд-разработчик должен донести до мобильных разработчиков о том, какие данные они будут получать, какие у них типы, названия параметров и так далее. То есть должен быть какой-то канал коммуникации. Вторая проблема, что нет никаких проверок на этапе компиляции. В приведенном примере очень легко опечататься. Вы где-то поставили эту букву, вместо строки передали число, или наоборот, при разборе воспользовались неправильным типом данных. И у реальных пользователей может возникнуть ошибка. Ну, естественно, большая проблема, что тратится время трех человек на написание кода. Бэкэнд-разработчика, который формирует ответ, и мобильных разработчиков, которые после этого API-метод вызывают и обрабатывают результирующие данные. Что можно попробовать с этим сделать? Мы взяли и написали просто схему, которая четко описывает все API-методы. Здесь мы видим название метода. Здесь мы видим список параметров, название параметра, тип, это массив. И даже максимальное количество элементов в этом массиве. Ну, и также полностью описали специальной схемой тип возвращаемого объекта. В данном случае это пользователь. Мы видим, что у него есть строковое имя. Мы видим, что у него есть там какой-то параметр его стены с двумя возможными значениями. И на все это, ко всему этому у нас появилась кода генерации. Опять же, кода генерации на всех трех платформах. На бэкэнде и на двух мобильных платформах. Появляются простые методы с типизированными параметрами на входные, на значение этих параметров. Таким образом, программист никогда вместо числа не передаст строку. И классики, которые описывают возвращаемые значения. Ну, здесь мы видим пользователя. Строковое имя не обязательно. И какой-то параметр про видимость его дня рождения. Какой побочный эффект от такого подхода? Мы можем сделать автоматизацию, которая при любом изменении схемы бэкэнт-разработчикам в автоматическом режиме доводит этот код до мобильных клиентов. Естественно, у нас появились специальные задачи в Jira, которые при изменении файлов в этой схеме доводят код до наших клиентов. Вторая частая задача – это верстка UI. Рассмотрим простой макет. Есть какой-то макет. И мы видим здесь минимум два параметра. Это название картинки. Вот картинка, вот ее название. И цвет, который надо здесь использовать. Добавление иконок довольно муторное занятие. То есть надо пойти в среду разработки, нажать на кнопочку, что-то тут выбрать. Потом мышкой перетащить файлики куда-то. А если на это надо сделать 10 раз, уходит очень много времени. И, во всяком случае, в iOS есть проблема с тем, что обращение к картинкам идет по строкам. Опять же, легко печататься. Но мы завидовали Android-программистам, пока не случилось следующее. Мы договорились с нашими дизайнерами. И они стали вести специальные репозитории со всеми иконками, которые используются в наших приложениях. Ну, что было дальше, понятно. Мы завели программу, которую можно вызвать для добавления новой иконки в проект. Она выкачивает репозиторий с картинками, кладет куда нужно в нужные файлики, прописывает их в нужных конфиграционных файлах проекта. Помимо этого, мы умеем генерировать код, чтобы обращение к картинкам, где это было не через строки, а через константы. Общаться невозможно. Опять же, как побочный эффект, мы умеем следить за репозиторием дизайнеров. И в случае, если они хотят поменять какую-то графику, изменение в этой графике доезжает до мобильных приложений без участия программиста. Восхитительно. С цветами у нас похожая история. Дизайнеры сделали специальный репозиторий с цитовой палитрой, которая использует наше приложение. Мы накрутили на это кодогенерацию в iOS. И также имеем автоматическое обновление цветовой палитры в наших приложениях, если дизайнер меняет цветовую палитру в сом-репозитории. Поговорим немного об отслеживании качества приложений. Здесь мы видим реальный график. Слева это график потребления оперативной памяти на нашем приложении. Справа время старта. Иногда мы видим, что что-то идет не так. Когда что-то идет не так, пользователи нам пишут, что мы опять все испортили. Ну а люди из зала могут сказать, что вообще мы ожидали большего от людей, ну как в данном случае, в Гугле зарплату 500 тысяч долларов. Это должно быть смешно, потому что это комментарий в бактрекере Гугла на какой-то бак в андроиде. Вот и один из человек говорит, я ожидал от вас большего. В чем сложность решения этих проблем? В том, что мы узнаем о них только тогда, когда они случаются у пользователей. И для диагностики нам нужно в худшем случае просмотреть все коммиты между двумя релизами. И понять, какой из них мог привлечь к деградации в качестве, порой бывает очень сложно. Немного отличемся и поговорим о том, почему вообще случается так, что у пользователей возникают проблемы, которых не было во время разработки. Одна из самых важных причин это наличие кэшей. Пользователи пользуются приложением много лет подряд, не удаляя его, не меняя телефоны. Разработчики-тестировщики постоянно устанавливают приложение с нуля для воспроизведения разных сценариев. Поэтому у реальных пользователей, например, в кэше переписки, переписки за много лет. У разработчиков-тестировщиков нет. Соответственно, мы в стенах нашего офиса имеем мало возможности повторять те проблемы, которые есть у этих людей. Второе важное отличие это то, что профиль использования приложения в нами и реальных пользователей сильно отличается. Например, у любого сотрудника ВКонтакте чатов намного больше, чем у всех у вас в зале. Вместе взяток. Скорее всего, даже будет так. И поэтому профиль отличается в использовании переписки, используется в потреблении ленты, отличается в потреблении посмотрения видео. И поэтому просто вот, пользуясь приложением ежедневно, мы опять же не сталкиваемся с теми проблемами, которые есть у других пользователей. Третья причина, то, что программист работает над одной функциональностью, но он может задеть соседнюю. Но тут вроде все понятно. Если мы меняем, например, механизм загрузки картинок, отстрелить он может где угодно, и в ленте, и в мессенджере, видео, в фотоальбомах, в музыке и так далее. Разнообразие конфигураций устройств и операционных систем. У меня только один телефон, поэтому я знаю только примерно, как ведет себя приложение, на каком-то айфоне, на какой-то версии операционной системы. Опять же, особенно если учесть опыт андроида, пользователь конфигурации сотни. Всех воспроизвести мы не можем. Ну и многие проблемы просто не видны глазом. То есть как выше, есть какой-то график, что-то на нем становится хуже. На глаз вы, например, увеличение времени старта на 50 миллисекунд, скорее всего, не заметите. Как мы попытались решить первую проблему? Проблему, когда у нас растет потребление оперативной памяти. Одна из причин роста этого потребления это появление утечек памяти. Под утечкой мы будем понимать ситуацию, когда в оперативной памяти есть объект, которого там не должно быть согласно логике работы программы. Что мы можем сделать дальше? Мы можем просто начать руками читать количество объектов. Вот здесь объект создался, мы счетчик увеличили. Вот здесь объект пропал. Мы счетчик уменьшили. И если мы знаем точку в логике работы программы, когда его там быть не должно, мы просто вставляем проверку. Если проверка не пройдена, у нас в нашей программе возникла утечка. Надо разбираться, надо чинить. Мы взяли очень простой сценарий. Мы взяли сценарий разлагина, потому что после разлагина очень легко понять, чего в памяти быть не должно. Скорее всего, вообще ничего. Взяли все наши UI-тесты и ко всем UI-тестам добавили шаг разлагинься. Ну, естественно, после разлагина проводим проверку, что все хорошо, ни один ассерт не сработал. Опять же, все это сделали, запустили на TeamCity. Видим, что иногда тесты не проходят, иногда проходят. В случае, если они не проходят, нам не нужно разбираться с сотнями коммитов за целую неделю. Нам нужно разобраться с несколькими коммитами между двумя запусками вот этих конфигураций. Почему мы не можем сделать это на каждом коммите каждого разработчика? Потому что в сумме это все занимает довольно много времени, порядка часа, и увеличивать время ожидания попадания вашего кода в целевую ветку на час мы на данный момент считаем нецелесообразным. Что мы попытались сделать со временем старта? Мы взяли отдельный компьютер, подключили к нему специальный телефон и начали запускать наше приложение по несколько тысяч раз за сутки. Ну и смотреть, что из этого получается. Вот это график времени старта с этого стенда. Здесь, откуда несколько линий. Мы запускаем приложение под разными пользователями с разным наполнением данных и с разных веток в системе контроля версий. В случае, если мы... Вот здесь видно, где-то была ступенька вверх, потом было где-то ступенька вниз, если уже ступенька вверх, что-то починили, случилась ступенька вниз. В случае, когда мы натыкаемся на ступеньку, нам нужно понять, что случилось за сутки. Опять же, так как нам лень смотреть все коммиты за сутки, их тоже много, мы написали специальную программу, которая запускает эти прогоны по списку заданных коммитов. Вот специальная программа, в отчете которой как раз список переданных ей коммитов и список времен. То есть, стоит обратить внимание, что для поиска проблемы не всегда подходит метод деления пополам. Потому что, если у вас есть 100 коммитов, вы должны быть уверены, что проблему внес только один из них. Вот если проблема только в одном коммите или неполам подходит, а если проблема в нескольких, то надо прогонять все коммиты. Здесь мы видим, что вот где-то вот здесь появилась какая-то проблема. Все, смотрим коммит, смотрим, что там пошло не так, что программист сделал плохого. Естественно, не всегда таких мер хватает, чтобы проблему пользователю не случалось. Иногда пользователи к нам приходят и говорят, у меня не работает. Тогда мы просим пользователей открыть специальный секретное меню и включить запись логов. Логи у нас выглядит так. Это нечитаемый формат. Логи зашифрованы. А зашифрованы они у нас после того случая, как, точнее, раньше они были не зашифрованы. И однажды одна девушка догадалась их включить своему парню одной ночью, а следующую ночь отправил себе их личное сообщение. Парень думал, что все переписки не нужны и потер. Но в логах эта информация сохранилась, что он заходил, заходил и переписывался. парень нам пожаловался, мы поняли, что надо что-то делать. Добавили шифрование. Так как логи после этого нужно дешифровать, нужно иметь ключ для дешифровки. Естественно, его обычный, точнее, любой сотрудник просто так получить не может. И в случае, если нужно диагностировать какую-то проблему, это превращалось в муку, потому что нужно получить файл, нужно сходить кому-то, получить ключ или попросить кого-то дешифровать. После этого дешифровать, мы уже дальше смотреть, что происходит, что случается не так. Чтобы вот этот момент убрать, мы опять же написали специальную программу, обернули ее в бота ВКонтакте, в И. Зашифрованный лог, ниту нажал, она вам дешифрованной. Сэкономили кучу времени. Все, видим, чек, читаемый текст. Здесь переписок нет. Иногда возникают сложности, когда ваш код нужно доставить до целевой ветки вашего приложения, к вашему репозиторию. Это случай нашей практики. Одним дождливым четвергом все сборки на TeamCity покрасились красным, ну а с ошибкой, что что-то у вас тут слишком большой файл. Вроде это 22 гигабайта. Произошла просто ошибка. Какой-то программист в какую-то папочку положил файл, который там быть не должно, и автоматом его закомитил, запушил, поломав все наши сервера TeamCity. Конкретно для как можно защититься от такой ситуации. Ну, либо использовать файлы gitignore, не класть большие файлы в репозиторий, либо класть их, но не в git репозитории, а на соседний сервер используя gitlfs. Gitlfs у нас используется. Здесь пример файлов, которые там лежат, это какая-то программка, как раз которая синхронизирует картинки с дизайнерами, какие-то большие ресурсы, какие-то внешние зависимости. И дальше что можно сделать? Можно либо сделать регламент, рассказать программистам, что большие файлы в репозитории класть плохо. Вы их или игнорируете, или кладите в gitlfs, устроить экзамен, после этого устраивать провокации, усвоили ли они урок, ну и так далее. Мы написали специальную программу, которая запускается на pre-commit hook'е, то есть перед тем, как вы хотите файлы доставить в ваш репозиторий, и вот запускает содержимое pre-commit hook'а. И в случае, если содержимое файла git-атрибут расходится с положением дел файла в системе, программа выносит правки в git-атрибутах. Вас об этом оповещают. Таким образом, мы сняли головную боль с программиста заботиться о том, или помнить о том, или думать о том, что он может положить в репозиторию что-то лишнее, что остановит работу всей команды на целый день. Что по итогу? Я рассказал несколько способов, которыми мы упрощаем жизнь обычного разработчика. Ежедневную ретину. Кажется, что каждая из них несущественная. Но мы их делаем очень много. То, что я рассказывал, это вершина айсберга от того, что у нас есть, освобождая время под действительно интересные задачи. Ну, здесь метафора. Наш разработчик думал, наш разработчик после. Поэтому используйте автоматизации, как мы, внедряйте свои, упрощайте свою жизнь. Все это работает, раз у меня осталось время на подготовке презентации, я оставлю здесь. по-настоящему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...